Всем привет! С вами обзор от Веры. И сегодня будет обзор магазина Маяк. Если бы вы только знали, как я сейчас обрадовалась, что снова вижу сковороды торговой марки Гардарика. У меня уже есть одна такая сковорода. Купила год назад в светофоре. И так я ею довольна, что все искала и хотела прикупить еще одну такой же торговой марки. И вот под новый год мечты начинают сбываться. Жарит сковорода отлично, ничего не пригорает, легко отмывается. Это самая большая из трех сковородок. Диаметр 28 сантиметров по цене 991 рубль. А я покупаю вот эти две. Диаметр 20 сантиметров 665 рублей и диаметр 24 сантиметра 828 рублей. Немного напоминает она мне чугунную сковороду своим густым черным цветом и толщиной стенок. На канале уже есть видео. Я делала тест этой сковороды примерно полгода назад. И было очень много от вас хороших отзывов. И в этом своем мнении мы с вами совпали. А вот от этой покупки я отказалась. Спаржа соевая, сухая, порезанная кусочками. Мне не нравится ее вкус. Но обидеть никого не хотела. Цена 119 рублей за 250 граммов. Может быть, из вас есть любители такой спаржи. А вот корицу молотую надо прикупить. Пригодится. Для выпечки и не только. 100 граммов по цене 42 рубля. Нас ждет еще одна новинка. Вот такой чудесный стакан от Бармиоли Рокко, у которого ну просто нет недостатков. Он идеальный по форме. Это коллекция итальянского дизайнера. Смотрите, очень приятная форма, красивые грани и удобно лежит в руке. Цена за один стакан 60 рублей. Вы не поверите, но я решила купить вот эту коробку. Набор для суши и роллов. Торговая марка Сенсой. В наборе все ингредиенты. Есть специальный коврик. Написан способ приготовления роллов, а также и сами рецепты. Цена 3040 рублей. Если получатся у меня роллы своими руками, то обязательно покажу их вам, друзья, как я буду их мастерить. Потолкнули меня эти праздничные приготовления и захотелось что-то необычное. В этой красивой коробочке упакованы не совсем обычные шоколадные конфеты, а конфетные мюсли вернал с ароматом капучино. Потрудилась кондитерская фабрика Шексна Вологодской области. Под торговой маркой Атак. Стоимость этой красоты 196,90 за 200 граммов. А если вы любите сладости Milky Way, то праздничный чемоданчик-коробочка с Дедом Морозом уже ждет вас в магазине Маяк. За подарочный набор 205 граммов цена 196 рублей. А вот посмотрите, друзья, на великолепное оформление такого подарка от торговой марки Сануар. Эксклюзивные конфеты. Это очень вкусные шоколадные конфеты из качественного натурального шоколада. Оригинальное фигурное исполнение. Цена достойна качества конфет. На Валберес цена на 100 рублей дороже, так что здесь можно купить такие конфеты с выгодой для себя. К этим сладостям надо обязательно подать чай. И заваривать его будем. Вот из такой чудесной жестяной баночки. Чай Бетта Теа. Черный, Байховый, Цейлонский. 100 граммов 175 рублей. Из-за одной только баночки можно его купить. В светофоре пока в таких жестяных баночках чай еще не привозили. А вот и не менее красивая коробочка с чаем. Тут и сорти есть и зеленый чай, и черный. Согласитесь, это просто шикарный вариант подарка. Многие же любят чай. Стоит 198 рублей. От души вам его порекомендую. Можно подарить и на Новый год, и на День рождения. Или просто порадовать своих близких. В прошлый раз меня спросили, что в холодильном отделении и какие цены. Ну, давайте смотреть. Появилось много продуктов из Белоруссии. Есть два сыра. Рикотта. Другая совершенно баночка. Сыр мягкий рикотта. Хороший состав. Понравилось мне, что это производство Беларусь. Цена 103,50. Рядом тоже из Беларуси сыр крема. 204,90. Мягкий сыр. Очень хорошо на бутерброды. Без консервантов. Замечательно. Есть вот такой сыр творожный. Мусс с прованскими травами. Торговая марка. Хорошая президент. 73,90. Сыр мусс творожный с прованскими травами. Сыр янтарь. Этот подешевле. 63 рубля за 200 граммов. Сыр богатый по сортии. 56 рублей. С ветчиной. Сливочный. И плавленый. Сыр творожный мягкий. Посмотрите. Тоже еще из Беларуси. Сыр творожный. 439,90. 2 килограмма. 250 граммов. Сыр мягкий. С мягкой. С массовой долей жира. В сухом веществе 10%. Ничего себе. Объемы привезли. Кто такой решится купить на большую семью? А это сыр каллех. Творожный мягкий сливочный. Производство Иран. 69% жирности. Первый раз такие вижу. Огромные-огромные ведра. Ну, поехали дальше. Сыр Витязь. Радость вкуса. 552 рубля. Сыр Гой. Я твердый. 615 рублей. Так, это интересно. Твердый сыр. Наверное, самый вкусный. Сыр сметанковый. 356 рублей. Сыр Белебеевский. 448 рублей. Так, что еще из нового интересного? Масло сливочное. Сыра богата в 109 рублей. 175 граммов. Масло традиционное. Сыра богата в 119. Чуть-чуть подороже. Масло растительное. 55 рублей. Кокосово-растительное. Типа комбежира? Наверное. Масло сливочное. Россия. 79 рублей. 90 рублей. Вот большая пачка. 270 рублей. Эко-милк. Посмотрим молочное. Кисломолочный продукт марка. Свежая марка. Тан-продукт. Нет, я такой не хочу пробовать. Что-то мне неизвестное. 39,90. Кто пробовал, напишите. Ряженка 32 рубля. Бифидок 39 рублей. Сметана сливочная. Эко-милк. 56 рублей. Я предпочитаю сметану здесь пока не брать. Творог божья коровка. Какое завлекательное название. Божья коровка. Творог домашний. Всегда свежий. Так, цена его 91 рубль. До 500 граммов. И вот еще есть молоко топленое. Божья коровка. Тоже пока не пробовала такое. Но хочется попробовать. 63 рубля. До 900 граммов. Сметана. Тортики пошли. Медовик. Со сметанным кремом. 271,90. 550 граммов. Ну, цены такие средние. Как и в обычных магазинах. Наполеон 217. Наполеон недорогой. Набор пирожных муравейник. Торт муравейник мы очень любим. Здесь пирожное муравейник. 145,50. Торт трюфель. 268,90. Торт карамельный на сгущенке. 234 рубля. Ну, цены очень даже экономичные. Мне понравились цены. Так, здесь у нас что? Сыр картошка глазированный. 11 рублей. Торт киви. Ой, какой симпатичный торт киви. Такой нежный. Белое безе и внутри киви. Всего 230 килокалорий. Девочки, кто не хочет толстеть, этот тортик для нас с вами. 750 граммов. 269,90. Эрми пудинг шоколадный. 16 рублей. Баночка. 14 рублей. Вот 9 рублей. Но здесь, конечно, маленькая жирность. 0,3%. Без заменителя молочного жира. Альпенгольд. Так, какой же мы с вами выберем? Надо что-то погуще выбрать. Так, 3,2% эрмигут молочный. 14,90. Вот такой мне очень нравится эрмигут. 3,2% жирности. Лесные ягоды. 14,90. Возьмем его. Вот какая-то новинка. Такую упаковочку еще не видела. Йогурт, клубника и мята. Лайм 41,50. Есть еще такой смородина, малина, ромашка. 2,8% жирности. Тоже цена 41,50. Интересная. На пробу возьмем. Эрмигут питьевой. Вишня 420 мл. 50 рублей. Вишня, клубника, банан. Альпенгольд 28,90. Сок для детского питания. Яблоко. 22,90. С бананом. Есть еще. Сироп кленовый. Миндаль. Ананас клубника. Мохито. Барбарис. Барбарис мне понравился. Может быть, купить. 69 рублей. 500 миллилитров. Возьму-ка я его за компанию. А вот еще, смотрите, есть сироп клубничный, малиновый. 97,50. За 330 миллилитров. И баночка такая красивая. Ну, мы будем варенье разводить с водой. Справа мы потом вернемся. Фрукты посмотрим. Смотрим дальше. Колбасное изделие. Омский бекон. Колбаса вареная, молочная. 293,50. Вот интересная оболочка. Курочка, курочка. Из мяса птицы. Колбаса вареная, курочка. 120 рублей за килограмм. Тоже новинка. Так, что еще хорошего? О, какие рульки. Какие аппетитные. Боже ж ты мой. Торчит косточка. Прям настоящая рулька. Торговая марка Калинка. Очень хорошая. Продукт из мяса свинины, копчено-вареный. 241,50 за 1 килограмм. Это упаковка килограмм 700 граммов. Годен до 15 января 2022 года. Продукт из мяса свинины. Рулька. Мясной продукт. Состав свинина. Вода питьевая. Нитропосолочная смесь. Фиксатор окраски. Нитрит натрия. Стабилизаторы. Аскорбиновая кислота. Ну, все как обычно. Так, что решать вам, покупать или нет, такую рульку на праздничный стол. Сало по-крестьянски. Мясная классика. 293 рубля. В какой-то красной приправе. Свинина сибирская. 258 рублей килограмм. Рёбрышки. 228 рублей. В светофоре ребрышек не было. Здесь вот, пожалуйста, выбирайте. Ещё ребрышки другого вида. 158,90. Это ребрышки второй категории. Плохо видно через упаковку. Шейка венгерская. 447,90. Щековина. 253 рубля за килограмм. Сало белорусское. 351,90. Весная кулинария. Из Белоруссии стало столько товаров. Окорочка куриная. 253 рубля. Колбаски таврия. Копчёно. Классические колбаски таврия. Есть вот такие. Такие светофори тоже хорошо риск раскупали. Отяшево. Кнуты. 106,50. 250 граммов. Колбаса краковская. Полукопчёная. Высокий стандарт. Отяшево. Хорошая марка. 300 граммов. 60 рублей. И что-то выставляют из десертов. А, нет, это не десерты. Это закуски. Выставляют закуски. Паста из тресковых рыб. Фишмус. 140 граммов. 63 рубля. Белая рыба. Творожный сыр. Вот здесь уже смешано всё. Только осталось намазать на кусочек. Симпатичные баночки. Арктик Криль. 79 рублей. 150 граммов. Подкопчёный. Крем-паста. Имбирь маринованный. 52,90. 140 граммов. Имбирь маринованный. Белый. Мне такой даже больше понравился, чем красный. Крашеный. Набор к пиву. Горбуша. 447,50. Горбуша холодного копчения. Тоже возьмём. Пригодится на праздничный стол. Сырок вяленый. 463 рубля. По несколько рыбок в упаковке. Выглядит симпатично. Мне понравилось. Свежий выглядит. Икра структурированная. Мы её не покупаем с вами. Филе сельди. Кусочки масля с укропом. 65 рублей. И вот ещё семга кусок. 200 граммов. Санта-Бремор будет вкусно. 380 рублей. Цена приличная. Моего холодного копчения. Как я давно не видела моего. Прямо так захотелось попробовать. 147,90. Дороговато. Ладно. Другой раз. Сельдушка. Кусочками. 109 рублей. 550 граммов. Тоже выглядит неплохо. Морковь по-корейски. 61 рубль. И мясо свинина. Туши-полутуши. 219 рублей. Выглядит похуже. А цена подороже. 219,90. Здесь вот такая цена. Ну, в эту сторону мы с вами всё посмотрели. Поехали. С этого края. Майонез. 132 рубля. Домашний. Майонез. Курочка-ряба. Майонез. Классический провансаль. 115,90 за килограмм. Махеев. Вот интересные. Тоже необычные баночки. Такие я не видела ещё в продаже. Вот так она выглядит. Её очень удобно брать. Она немножко заужена с боков. Приготовь свой любимый салат. 110,50. Майонезный. Соус Махеев. Салатный. 40% жирности. Ведро. 800 граммов. Майонез провансаль. Вот такой. Тоже Махеев. 109,50 за 800 граммов. Так, что у нас здесь? Из фруктов. Яблоки. 63,50. Это грейпфрукты. Наверное, с той стороны цена. Мандаринки. 99,90. Желательно бы покрупнее. Виноград. Цены нет. С той стороны надо смотреть. Свёкла. 32 рубля. Проходим мимо. Капуста цветная. Кукуруза. Кто желает сварить? 69 рублей. 450 граммов. Две штучки кукурузы. Лук. 23 рубля. И томаты. Давайте обойдём с той стороны. Посмотрим цены. Которых не было на той стороне. Помидор розовый. 169,90. Очень большие. Так. Зелень свежая. Разобрали. Пустой ящичек. 264 рубля. Может быть, тут была петрушка. Лук зелёный. Капуста цветная. 161 рубль. Ну, в принципе, неплохая капуста цветная. Кабачок. 126 рублей. Оридечка. Если такое оридечка вам очень хочется такой скушать, она уже завяла, вы её опустите в воду, подержите её, допустим, часик-два-три, и она у вас снова станет как будто свежая. 34 рубля. Виноград. 86 рублей. Так, мандаринки мы посмотрели. 99. Грейпфрукт. 92 рубля. Грейпфрукт меня порадовал. Очень даже симпатичный. Давно я его не покупала. 92 рубля. Ну, вот, практически мы с вами посмотрели. Всё холодильное отделение. Молоко. 56 рублей. Молоко. 57 рублей. Весёлая ферма. 3,2%. Здесь у нас что? Молочный коктейль. Молочный коктейль безлактозный. 500 мл. 57 рублей. Ну, как можно спокойно пройти мимо слова капучино. Конечно, надо его взять. И даже две упаковки. Здесь такой же коктейль. Молочный. Слова капучино здесь нет. Молочный коктейль. Ну, и поехали обратно. Поехали дальше в зал. Ой, как здесь тепло. Давайте отогреваться после холода в морозилке. Посмотрим рыбу. На сегодня пора заканчивать. Если вам понравилось моё видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вы ещё не успели этого сделать. Всем желаю хороших и нужных покупок, но главное здоровья. До новых видео. Пока-пока.